это видео для потомков. Так, значится, наше время лекции началось. Те, кто хотел, я думаю, к нам уже подключились, остальные попробуют подключиться по мере. Значит, тех, кто с нами сегодня, я приветствую на нашей лекции. Лекция, которая посвящена введению в тестирование. Для тех, кто хочет в общих чертах быстро понять, что такое тестирование и хочет ли он продолжать учиться, изучать тестирование на наших курсах. И именно этому будет посвящена наша с вами лекция сегодня, которая будет длиться что-то около полутора-двух часов, я так думаю. Так, для начала, для начала я, наверное, попробую куда-нибудь спрятать наше окошечко. Хотя, возможно, оно нам сегодня и не пригодится. Пускай здесь висит. Я начну, наверное, с себя. Вот, меня зовут Олег. Я уже довольно длительное время занимаюсь тестированием. И приблизительно, наверное, 12 лет я как бы не считал, но приблизительно столько в рейдово мне LinkedIn. И занимался я тестированием. Начинал с самого обычного джуниор-тестировщика. Начинал с самых низов. Изучал тестирование и в теории, и на практике, в различных проектах. И занимался различными аспектами тестирования в том числе. От обмануального тестирования. Я занимался разработкой документации. Изучал автоматизацию. Но большую часть, наверное, я так думаю, большую часть времени посвятил развитию в сторону менеджмента. То есть, это было и управление небольшими проектами, и управление рядом проектов. И даже получилось руководить целым отдельным направлением, которое занималось чисто мобильной разработкой. То есть, целой мобильной лаборатории. Вот. Моя работа включала в себя и работу с людьми, и тестирование руками, и, соответственно, за документацию, и за общение с клиентами, и за направление в автоматизации, и процессы. И, в принципе, все-все-все. Довольно много чего входило. Об этом мы, наверное, не будем слишком детально останавливаться. Нас интересуют основы тестирования. И о них мы будем говорить. В том числе я получил два STQB-сертификата. Базовый уровень, уровень, который базируется на знании и теории тестирования. И какой-то базис сегодня мы с вами попробуем проговорить. Больше, конечно, будет более детально. Мы будем говорить об этом на первом, на первой лекции, с теми, кто туда запишется. И фактически мы какие-то основы для получения сертификата, скорее всего, попробуем охватить. Именно на нашем QAMO-курсе. Advanced Level, следующий сертификат, это уже сертификат, который направлен на более менеджмент уровень. И включает в себя именно работу с командой. Это уже гораздо дальше. И я надеюсь, мы все с вами до него тоже дорастем как-нибудь. Так, что же дальше? Дальше у нас адженда, о чем мы сегодня с вами будем говорить более-менее детально. Соответственно, кто такой тестировщик, его задачи, чем он занимается. Что такое тестирование, роли тестирования и назначение тестирования. И в целом проговорим о аспектах тех, которые касаются тестировщик на работе. Поговорим о примерах из жизни, о багах, о качестве и о том, как происходит сам процесс тестирования в различных зонах. Скорее, детально мы коснемся тестирования в различных зонах, наверное, уже на самом курсе. Ну, а сейчас мы как бы коротко этого тоже коснемся. Поговорим, зачем тестировщики нужно на проекте, если у нас есть разработчики, которые могут сами тестировать свой код. Поговорим о обычных занятиях тестировщика на проекте. Что такое баг, конечно же. Баг – это наше все, это то, с чем мы работаем. То, что наша задача найти. И тестовая документация. То, за что мы тоже ответственны. То, что мы будем писать. И на основании чего мы будем находить баги вообще, в принципе. Так. Виды тестирования. Да. И еще очень интересный вопрос. То, что многие задают. Мы его включили тоже в наш нулевой курс. Поговорим о карьере тестировщика. Какие у нее есть требования к тестировщику. И то, что задают чаще всего. Что мне нужно для того, чтобы начать работать тестировщиком. Приблизительно так. Вот. Если у кого-то есть вопросы. Да. Немножечко переключимся на организационный момент. Если у кого-то будут вопросы. Вы смело включайтесь. Мы с вами курс проводим в онлайне. Как этот, естественно. Так и сам QA0 курс. Весь он будет проходить в онлайне. У вас могут возникнуть вопросы. А как же это будет происходить в онлайне. Вот. Поэтому, если у кого они есть сейчас. Давайте я постараюсь на них ответить. И я думаю, лучше включайте аудио. Потому что чат нужно включать-выключать. Отлично слышно. Да. Чат, скорее всего, нам будет просто мешать. Вот. На экране. Поэтому вы смело включайте аудио. Задавайте вопросы. И я постараюсь на них ответить. В двух словах. Как бы у нас практически весь курс уже оптимизирован для того, чтобы провести его в онлайне. Курсы уже идут. Люди уже оставляют позитивные отзывы о проведении самих курсов онлайне. У нас есть и практики, конечно же, и работа в команде, и работа удаленно. Каждый дома, в смысле, выполняет домашние задания. Мы знакомимся с некоторыми. Те, которые можно проговорить, показать, пощупать инструментами для тестирования. И, конечно же, туда будет включена в том числе работа в джире. Мы собираемся вот на точно таких же сессиях. Всем желательно иметь микрофоны. Видео не обязательно, видео по желанию. Но если у вас возникает вопрос, то, пожалуйста, не стесняйтесь, включайте микрофоны и задавайте вопросы. Зум, в принципе, это очень хорошо терпит. Но тех, кто не говорит, наверное, я бы попросил микрофоны все-таки поставить на паузу, для того, чтобы не мешать остальным. И мы с вами, собственно, начнем уже более детально. И начнем с того, что мы обсудим, что же собой представляет, в принципе, разработка программного обеспечения. Кстати, возможно, из вас кто-то уже с этим сталкивался, кто-то работает в такой разработке, или слышал, или работал не в тестировании, а разработчиком, например. Кто может своими словами объяснить, что такое разработка, кроме того, что вы видите сейчас на экране? Есть смелые желающие? Наверное, нету. Ну, в принципе, да. Я понимаю, на курсы ходят те, кто, наверное, или хочет узнать, что такое тестирование, или даже понять, что такое IT в целом. Поэтому я буду первый. Собственно, разработка – это целый набор процессов, практик, действий, которые приводят к тому, что идея, которая есть в голове, например, у заказчика, она плавно превращается в идею на бумаге, когда сам заказчик или команда аналитиков, команда дизайнеров превращают эту идею в документацию, превращают идею в заказ, в описание того, что команде нужно сделать. И дальше она проходит в стадии разработки, тестирования. И в итоге каждый из нас может установить себе на телефон, на лэптоп или еще куда-либо приложение, то, которое будет выполнять какую-то определенную функцию. У нее будет цель, у нее будет задача, и она будет нам проигрывать музыку, она будет показывать картинки, она будет нам слушать календарем, почтой и так дальше. Каждый из вас в той или иной мере сталкивался с программным обеспечением. И, возможно, некоторые люди не совсем хорошо знают, как это программное обеспечение появилось у меня на лэптопе или на телефоне. То есть одно дело просто его скачать из стора, но вопрос остается, как в сторону попало, если мы говорим о мобильной разработке. Так вот, это вот тот самый процесс, который проходят эти основные стадии. Идея, которая воплощена в бумаге, разработка с использованием какого-либо прикладного языка тестирования и, соответственно, донесения конечного продукта до пользователя. Тот же Store как раз, Apple Store или Google Store, они как бы являются тем средством, которое донесут приложение. Это один из примеров, конечно же. Которое донесут приложение к вам на мобильное устройство или на планшет. Собственно, это и есть наша основная, ну, финальная задача, финальная цель, как бы отдать его заказчику или пользователю и, возможно, даже собрать отзывы от пользователей о том, насколько этот продукт им хорош, удобен. И, возможно, в нем есть смысл что-то улучшить. Потому что улучшение продукта – это то, что он входит в набор действий по поддержке продукта. Об этом более детально в следующих лекциях. В общих чертах, собственно, это и есть разработка. То есть, я еще раз повторюсь, это не просто написание кода, это не просто идея или документ, который описывает что-либо. Обычно одно без другого не бывает. То есть, любой продукт, он пройдет полный цикл. От размышлений на тему, каким я его хочу видеть, сколько страничек у него будет, какие кнопочки у него будут, какие функции будет выполнять каждый из этих кнопочек, до разработки, тестирования и до того момента, когда конечный пользователь сможет им пользоваться. Теперь немножечко более детально о тестировщиках. Мы только что поняли о том, что тестирование должно быть одним из шагов в разработке программного обеспечения. И как это происходит? Что такое тестирование, основные цели и задачи тестирования? Фактически, основная цель, наверное, основная идея тестирования – это не нахождение багов, как могли бы подумать, или как думают многие те, кто не связан с миром IT, не связан с тестированием. Баги фактически у нас конечный продукт, вернее, это результат нашей работы. Но цель тестирования – это обычно сравнение готового продукта или его части, потому что продукт можно в том числе тестировать и не тогда, когда он полностью уже готов, а по частям. Например, возьмем велосипед. Если вы делаете велосипед, и вы сделали, например, колесо, то колесо технически уже тоже можно тестировать. У него есть свои параметры, оно круглое, у него есть спицы, у него есть резина, вот именно шина сверху. И такие элементы тоже могут быть тестированы, не дожидаясь, пока весь велосипед будет собран целиком. И мы сможем проверить, насколько хорошо он ездит. Вот. Поэтому тестирование включается на самых ранних этапах. И я бы даже сказал еще до того, как готовы даже модули, потому что тестировщики с тем же успехом могут начинать тестировать идею, воплощенную в бумаге, документацию. Тестировщики читают, опытные тестировщики, конечно же, делают это более эффективно. Да, начинающих тестировщиков, наверное, реже привлекают к таким активностям, но все же. Прочитав документацию, можно найти ошибки в идее приложения еще до того, как она будет воплощена в коде. Это такие ошибки обычно намного проще, быстрее и дешевле чинить, чем когда уже все готово, и тем более, когда продукт уже у пользователя в руках. Вот. Поэтому сам процесс тестирования, он должен начаться раньше. Вот. И так как мы проверяем, если у нас уже есть готовый продукт, мы проверяем, как он работает относительно того, каким бы хотел увидеть заказчик, то несоответствие между требованием заказчиком и конечным продуктом как раз выливаются в те самые баги, проблемы, которые нужно чинить, потому что они не соответствуют требованиям заказчика. Ну вот. Это и есть основная идея. Подготовить набор действий, подготовить набор инструментов, которые позволят сравнить продукт, окончательный или нет, с тем, что, собственно, мы планировали сделать. Если в итоге на бумаге или в итоге колесо кажется квадратным, то логично о том, что весь велосипед в итоге, конечно же, никуда не уедет. И если мы это видим раньше, то у нас больше времени починить, и второе колесо мы уже сделаем правильно. Нам нужно будет чинить только одно колесо, а не оба. Как если бы мы нашли эту багу уже где-то ближе к концу разработки. Или, что еще хуже, нам бы об этом сказал конечный пользователь. А как вы предлагаете на этом всем ездить? Так. Соответственно, у нас существует множество правил, рекомендаций, методик о том, как это тестирование проводить, о том, какие виды тестирования лучше использовать, какие виды вообще существуют, какие инструменты можно применять в том или ином виде тестирования или подходе тестирования. Но об этом, конечно же, невозможно будет рассказать за одну лекцию. И это все будет в той или иной мере освещено в лекции QA0, которая, вот, собственно, у нас начнется, по-моему, со следующего чутерха, если я не ошибаюсь. Вот. Так. Теперь мы можем просмотреть, конечно же, несколько шуток на эту тему. Как и в любой профессии, на тему IT многие слышали различные шутки, но на тему тестирования у нас тоже есть свои шутки, свой юмор. И он как бы тоже крутится насчет вокруг основных моментов, с которыми мы сталкиваемся в своей работе. И часто это момент, это взаимодействие тестировщика и разработчика. Когда тестировщик, тестируя продукт, находит несоответствие и идет с этим несоответствием к разработчику и говорит ему, смотри, я вот нашел, это вот у нас бах, и он работает не так, как нужно. А разработчик, конечно же, так как он создавал этот продукт, и он явно его любит, и не хочет, как и любой из нас, не хочет или не готов, или ему просто стыдно говорить о том, что да, я допустил ошибку. Иногда девелоперы говорят о том, что ну, это было так задумано, так нужно, я вот так понял, это не бах, это фича. Вот, это вот одна из веселых моментов в нашей работе, спорить с разработчиками, что из этого бах, а что из этого фича. А другой момент работы тестировщика забавный заключается в том, что работа тестировщиком, ты, конечно же, будешь в той или иной мере подвержен профессиональной деформации, и каждый тестировщик в своей жизни, чем больше у него опыта, тем больше багов он начинает видеть, как в коде, с которым он работает в продукте, да, в конечном каком-то приложении или еще где-то так, он начинает видеть эти баги в лице вокруг, вообще везде в мире. Где-то кнопочка включается со второго раза, где-то не тот цвет, где-то не одинаковый шрифт, где-то не одинаковые размеры и так дальше, и так дальше. Поэтому, работая тестировщиком, есть такой момент, мы во всем находим баги. Конечно же, больше всего в продуктах, с которыми мы работаем, особенно если у вас лаптоп на Windows, и вы пользуетесь офисом, или вы пользуетесь фейсбуком, там багов очень много, и они все заметны. И иногда просто удивляет, вот, ну, настолько заметный баг, почему же его все-таки никак не пофиксят, его все видят, и все пользуются, обнялся, спотыкаются об эти баги, но они все не фиксятся, и не фиксятся. Вот. В принципе, ответ этому есть, с опытом ты это понимаешь, почему так происходит, чаще всего, потому что иногда он просто не будет стоить затрачиваемых усилий, то есть, когда просто починка какого-то обновления ленты в фейсбуке может стоить несколько, не знаю, тысяч евро, ну, как бы можно просто закрыть на этот глазах. мы принимаем этот баг, готовы с этим жить, и как бы он не очень надоедливый, нам так кажется, да, со стороны фейсбука, вот. И такие баги, в принципе, в жизни довольно часто встречаются, те, которые не хотят компании чинить, потому что это стоит денег, времени, и лучше мы допилим какую-то более полезную фичу, которая нам принесет деньги, вместо того, чтобы чинить не очень назойливые баги. Поэтому не очень назойливых багов в нашей жизни становится, ну, все больше и больше, мне так кажется. Но, может быть, это просто моя профессиональная деформация. Так, что у нас дальше? Дальше роль тестировщика на проекте. Так, я немножечко еще уберу, так, чтобы вам не мешало. Так, задача тестировщика. Соответственно, так как наша цель сравнить продукт и убедиться, что продукт соответствует требованиям заказчика, то в итоге, так как мы проводим тестирование регулярно, постоянно, мы каждый день занимаемся то ли написанием документации, то ли мы читаем новые требования, то ли мы просто тестируем. В каждый конкретный момент времени, наверное, самым важным выхлопом нашей работы это будет информация о состоянии программного продукта. Конечно же, мы вряд ли можем каждый день давать информацию о состоянии продукта всего, особенно если это не просто магазинчик в вебе, который состоит из парочки страниц. Если это комплексное приложение, представьте, например, Microsoft Word. У него очень много функций, очень много кнопочек, менюшечек, каждый день всю эту махину тестировать нереально. Но в той или иной мере существуют подходы, методики, способы о выдаче информации о продукте. С одной стороны, мы можем выдавать информацию о тех функциях, которые на данный момент разрабатываются, мы можем выдавать информацию о каких-то блоках работы приложения. Если, например, говорить о том же Word, то, например, мы можем за какой-то короткий промежуток времени протестировать функцию сохранения документов. Это, в принципе, реально. Тестов там будет, наверное, не очень много, как минимум, если все работает, и мы просто хотим убедиться, что все окей, то нам достаточно будет создать документ, сохранить его, сохранить документ просто с текстом, с картинками, сохранить с разными именами в разных местах и убедиться, что функция работает. То есть, как мы видим, в данном случае у нас не будет стоять цель нахождения багов, а результатом нашей работы будет информация, которую мы можем передать заказчику о том, что вот эта функция или ряд функций, они на сейчас работают удовлетворительно. То есть, мы не нашли новых багов. И если перед этим были проведены какие-то изменения, технические работы, что-то починили, что-то улучшили, то такое тестирование называется регрессионным. Когда мы после изменений тестируем целый модуль, который мог поломаться, например, вследствие изменений, то мы как бы убеждаемся, что с ним в итоге все окей. Новая функция заработала, и весь остальной функционал, который соседний был, или который может быть зафекчен этими изменениями, то есть, он может вследствие этого поломаться каким-либо образом, а так бывает, то мы как бы выдаем информацию о том, что с продуктом все хорошо. И это будет одна из целей, которые мы, одна из бенефитов, которые мы будем приносить проекту во время своей работы. в том числе, помимо того, что мы выдаем информацию о состоянии продуктов в какой-то определенный промежуток времени, а те самые регрессионные тесты, они могут проводиться, например, раз в неделю или раз в месяц, и, имея исторические данные, мы можем наблюдать тренд развития продукта, насколько у нас уменьшается количество багов в процессе разработки, или их вообще нет, или не по какой-то причине начало их количество увеличиваться. Эта вся информация тоже успешно используется, и, имея эту информацию, можно изменять сам проект для того, чтобы сделать продукт лучше. То есть мы или нанимаем больше разработчиков, или больше обращаем внимание на проблемные места, или банально нанимаем больше тестировщиков, ну, как бы это уже задача менеджмента, решить, что с этой информацией делать. Мы можем выдавать рекомендации. И, к слову, о рекомендациях, еще одна цель тестировщика на проекте, это, ну, да, в принципе, это те самые рекомендации. То есть, как мы это делаем? Каждый тестировщик проверяет функцию, например, ту же функцию сохранения в городе, да, мы проверяем ее с точки зрения пользователя. То есть, мы точно так же, как пользователи, например, создадим документ, мы точно так же, как пользователи, нажмем кнопочку «Save», «Сохранить», введем, например, название файла и убедимся, что он сохранился. Вот. И точно таким же образом, параллельно проходя все эти шаги, мы, имея, пользуясь своим собственным опытом, пользуясь знаниями работы с подобными продуктами, мы можем выдавать рекомендации по улучшению. Например, например, при, если мы попытаемся сохранить файл, название файла вордовское, используя какие-либо символы, которые там не должны быть, мы должны получить сообщение об ошибке, удобо читаемое, понятное для конечного пользователя. Если ошибка будет содержать unknown error, что-то случилось непонятное, все плохо, пожалуйста, сохраните еще раз, пользователь просто не будет знать, что с этим делать. Ну, я получил ошибку, а почему, откуда, зачем, что назначат, непонятно. Да? Как бы вроде как бы поведение правильной системы, оно не дает сохранить файл с кракозябрами в названии. но мы должны сделать так, чтобы это было в том числе и удобно пользователю. Поэтому, если шрифт не читаемый, если информация непонятная, если нам в принципе ничего не сказала и просто закрылся, закрылось предложение, то на такое поведение мы можем выдавать свои саджешены, подсказки, советы о том, что этот текст лучше сделать больше, потому что он не читаемый. Вот эта кнопочка, по ней трудно попасть пальцем, если мы говорим о мобайле, или мышкой, если мы говорим о продуктах для персональных компьютеров. Вот. Такие вещи мы тоже можем и даже должны доносить до заказчика или для команды разработки и заводить их как задачи по улучшению. Конечно же, некоторые задачи, вернее, задачи такого рода, которые будут требовать большой доработки, они в любом случае будут просмотрены самим заказчиком и будут одобрены или нет. Собственно, если улучшение не одобрено, то таким образом у нас и появляются в нашей жизни ошибки в приложениях. Тот же бах Фейсбука с обновлением ленты. Наверняка вы все сталкивались, когда скроллишь ленту Фейсбука, открываешь какой-то интересный пост, читаешь его несколько минут, а потом пытаешься вернуться назад, лента Фейсбука уже обновилась и ты находишься либо в начале, либо у тебя, в принципе, новые посты и там, где ты был, тебя уже нет. Ты не можешь продолжить листать, скроллить ленту дальше, она уже без тебя обновилась. Вот. И таким образом, собственно, на баге и появляются. Заказчик решил о том, что спасибо за предложение, но, наверное, нет. Это у нас или нету денег, или нету времени, или еще что-либо еще может произойти на проекте, почему заказчик решит отказаться от вашего ценного предложения. Вот. Такие дела. Идем дальше. Собственно, само тестирование. Что такое, вернее, качество. Что такое качество. И несколько примеров того, как, какое оно бывает. Здесь, наверное, структура или уровни качества, они сложились приблизительно исторически, как и все в нашем мире. Вначале тестирование это была обычная проверка продукта на точку зрения пользователя. Словили первопавшего человека, попробуй, смотри, что я сделал, попробуй и дай свой фидбэк. Это относится к базовым, базовой активности тестирования. Вот то, которое вы видите на экране внизу. Это просто тестинг. Это активности, которые можно охарактеризовать. Давайте понажимаем все кнопочки, посмотрим, что это, как оно себя ведет и можем ли мы быстро найти какие-то нерабочие места, непонятные ошибки, вылеты системы, крэши и так дальше. То, что в принципе мешает работе нашего продукта. То есть это самые базовые активности. В дальнейшем конечно же этого стало наверное не хватать. Сама профессия тестирования развивалась, обрастала идеями, теориями и пониманием того, что же нужно делать. И таким образом историческое тестирование доросло до quality control, который уже включал в себя описание процессов, что нужно сделать для того, чтобы провести то самое базовое тестирование, какие у нас требования к нашему процессу, какие инструменты нужно использовать, были добавлены темплейты, само тестирование получило уже базовую теорию о том, что у нас есть различные виды тестирования, методы тестирования и так дальше. То есть мы получили под собой техническое основание того, что мы делаем. И плюс конечно же начали сформироваться тестировщики как часть любого проекта. Конечно, тестировщики были и раньше, были команды тестирования, которые делали такой straight forward тестинг, прямолинейный, простой проверка всего, что мы увидим, возможно даже записью результатов, но quality control уже подвел под это теоретическую базу, назовем это так. И третий уровень развития тестирования это quality assurance, у которого возникла немножко другая цель, а именно предотвращение ошибок. Как нам сделать так, чтобы в итоге наш продукт тестировала не армия тестировщиков, а как сделать так, чтобы нам нужно было меньше тестировать, как сделать так, чтобы эти ошибки появлялись реже, для того, чтобы создать условия, при которых разработчики не допускают ошибок, заказчик допускает меньше ошибок, дизайнеры допускают меньше ошибок, и здесь как раз выступает уже уровень тестирования на называемый quality assurance, обеспечение качества. То есть мы строим наше понимание разработки таким образом, что если мы соблюдаем все рекомендации, которые выдает quality assurance отдел, это, кстати, может быть не обязательно отдел, сейчас в принципе это просто разные уровни активности, которые может делать любой тестировщик. Мы можем одновременно как просто тестировать наш веб-сайт, так и создать, например, шаблон написания функциональной истории. истории это небольшое требование от заказчика к разработчику для того, чтобы он создал какую-то новую функцию. Например, ну, если мы говорим о Word, ну, тот же пример сохранения. Или добавить функцию, что я хочу, чтобы текст можно было сделать жирным. Каждый из вас пользовался. Даже на этом слайде мы видим некоторые слова выделены жирным. Представьте о том, что раньше этого не было и заказчик захотел, я вот хочу в Word делать некоторый текст, выделять жирным. По большому счету, заказчик может больше ничего и не говорить. Идея заказчика в том, что у него есть хотелка, а задача команды разработчика ее воплотить в жизнь. Если описание продукта останется вот таким, как я его назвал, то сделано оно может быть абсолютно по-разному. Какой разработчик или команда разработчика, это поймет, так она его и выполнит. Поэтому логично, если описание хотелки клиента будет расширенным, более широким, включать в себя техническое описание, включать в себя сценарий использования этой функции. Например, я хочу, выделив обычный текст, нажав специальную кнопку, получить его жирным, а именно его параметры текста увеличатся. Параметры у текста там есть n-ное количество, это отступ между буквами, ширина самих линий, высота и так дальше, и так дальше. То есть, намного параметров различных. И если эти параметры мы увеличим определенным образом, то в итоге мы получим текст, который будет написан болтом, черным и увеличенным. это, конечно же, приведет к тому, что задание будет выполнено более точно, и любая команда, получив более детальное описание, сможет его сделать именно таким, как хочет заказчик. То есть, уже команда, нам не обязательно суперспециалистов нанимать, которые между строк читают у заказчика, плюс-минус любая команда, которая получит детальное техническое описание, сможет его воплотить в жизнь. И нам, как тестировщикам, тоже будет проще его тестировать, потому что каждый тестировщик тоже может по-разному понять, что значит сделать текст жирным. А если у нас будет техническое описание о том, что у него должны увеличиться вот эти параметры на вот это значение, то тестирование становится более прозрачным. Мы знаем, что проверять и где. В том числе Quality Assurance может выдвигать определенные требования и к разработчикам в том числе. Например, о том, что каждый разработчик после того, как он выполнит свой кусочек задачи, он ее должен сам проверить, он должен убедиться, что в его коде нет ошибок. На данный момент это делает среда разработки. Она точно так же, как в Word, она подчеркивает места, которые машина считает неправильным. Например, если какая-то переменная написана неправильно, если какая-то переменная принимает значение, которое она не должна принимать, или она нигде не используется. Такие нюансы современные средства разработки, они как бы подсказывают разработчику, что вот это вот неправильно. То есть не должно быть таких ошибок. Например, еще одним требованием к разработчику может быть о том, что его код должен проверить другой разработчик. Так называемый peer-review процесс. И другой разработчик, возможно, более опытный, возможно, такого же уровня. Он, проверив код, посмотрит на него другими глазами и возможно, заметит ошибки те, которые не заметил первый разработчик. Возможно, научится что-то новому. Возможно, подскажет способ, как выполнить эту задачу более просто. Вот. Собственно, такие рекомендации призваны для того, чтобы в итоге сделать приложение более стабильным, не допустить ошибок, выявить, если они есть, выявить их как можно раньше и капитально сэкономить и на тестировании, и на времени, потому что починка бахов это всегда большая часть это незапланированная активность. Никто не хочет особо планировать время на тестирование багов. Сложно предсказать, какое количество багов у нас будет, поэтому, если мы их уменьшим, мы автоматически уменьшим и стоимость продукта в том числе. Вот. Так. Интересный слайд о майнсете тестировщика. Как думать, как тестировщик. например, давайте сделаем небольшой тоже разговорчик с вами. Если задать вам вопрос, как протестировать кнопку, это будет банально и, наверное, очевидно. Давайте подумаем, как протестировать что-то более сложное. Например, кнопку, которая уничтожает мир. Вот вы тестировщик, вам дали кнопку. Кнопка по нажатию, как вам сказали, уничтожает мир. Ваша задача его протестировать. Давайте попробуем думать как тестировщик. То есть, ну вот, как мы видим на слайде, и, возможно, каждый из вас сталкивался с этим поведением, вы подходите к лифту, нажали на кнопку, ничего не произошло. Естественно, нормальный человек нажмет его еще раз. Не сработало. Я попробую нажать еще раз эту кнопочку. Должно сработать. Это вот банальный пример жизни, как думает тестировщик. И давайте попробуем, ну вот, что бы каждый из вас сделал, если бы у него стояла задача, протестировать кнопку, которая уничтожает мир. Например. Сейчас можно отключиться и говорить. Или давайте писать. Почему нет? Где у нас чат? Где у нас чат? Я понимаю о том, что говорить. Возможно, у кого-то микрофон не подключен, возможно, еще что-то. Давайте хотя бы один комментарий в чат. Как бы вы тестировали эту кнопку? А то я начинаю думать, что меня не слышно. Идей нету, наверное. Не стали нажимать. Это тоже неплохой вариант. Действительно. Если она мир уничтожает, может, ее лучше не трогать? Во! Есть интересный момент. Спасибо, Екатерина. Можно создать копию мира. Ну, то есть, если текущий будет уничтожен, давайте создадим копию и проверим на нем. Это вот, это неплохой вариант. Да, у Екатерины есть задатки. Надежда попросила бы кого-то другого нажать. Но, а если бы уничтожился наш с вами мир? Ну, как бы здесь тоже довольно опасно. Есть, есть способы. Давайте попробуем еще какие-то. Кнопка или рычаг. Я думаю, пускай это будет кнопка, но, в принципе, нам важен результат. то есть, тестируем ли мы кнопку, которая уничтожает мир, или рычаг, который уничтожает мир. В принципе, нам важно проверить. Проверить, подведен ли к ней ток. Тоже интересная идея. Да, все правильно. Евгений заметил. Наш процесс нажатия на кнопку, он явно под собой подразумевает какую-нибудь последовательность действий. То есть, кнопка, наверное, к чему-то подключена. Ну, вот, да, вот как Евгений предположил, что у нее есть ток. Давайте начнем с этого. Проверим, вообще, работает ли она. То есть, если она обесточена, то на нее можно спокойно нажимать и не проверить. Поэтому, да, проверим, подведен ли к ней ток. Провода, которые ведут к процессу уничтожения. Это вот, следующий шаг. Ток у нас к кнопке, например, идет, и мы видим провод, который тоже куда-то уходит. Вот. Что мы можем делать дальше с этой информацией, которая у нас есть? Я могу подсказать. Фактически у нас, и я уже касался об этом на лекции, на вот нашей текущей, у нас есть просто заявление о том, что кнопка уничтожит мир. Так, надо ли нам именно саму кнопку или процесс отключить и подключить к пробной кнопке. Отличный вариант. Да. Сначала мы симулируем кнопку. Ставьте отчет о том, ну, Евгений, отчет будет в конце, да, когда мы протестируем. А пока мы не протестировали отчет, непонятно, что должен содержать. Так вот, давайте подумаем о постановке задачи. Что значит кнопка, которая уничтожит мир? Вполне вероятно, одним из наших действий будет обратиться к тому, кто заказал эту кнопку заказчику и уточнить у него, что это за продукт и как он должен себя вести. Что подразумевается под уничтожением мира? Совершенно не ясно. Как минимум сейчас для нас, это вся информация, которая есть, и есть смысл у него задать этот вопрос. Возможно, не у заказчика, возможно, у разработчиков. Возможно, разработчики знают больше. Возможно, они уже уточнили и, собственно, кнопку нам создали, то есть они знают, что она делает. Другие тестировщики, если вы новичок на проекте и вас попросили протестировать что-то, по вашему мнению, опасное, кнопка, которая уничтожает мир, не выглядит хорошо, то, возможно, есть смысл проконсультироваться у других тестировщиков, спросить, как оно себя должно вести. То есть наша задача будет как раз и понять те самые требования, относительно которых мы будем тестировать нашу кнопку. Потому что мир в данном случае, возможно, будет значить мир в Майнкрафте. Ну, как бы, почему нет? У нас есть физическая кнопка, которая вам создаст новый мир в Майнкрафте. Или уничтожит колонию гусениц. Ну, это тоже как бы, если он закрыт, то это тоже такое себе, такой себе мир. Вот. И как бы, получив всю информацию о том, что происходит, как и почему, мы сообразим о том, что, во-первых, это не так уж и страшно, а во-вторых, мы получим информацию, что нужно делать. А сам процесс тестирования уже, как вот нам подсказывали, например, проверить, подведен ли к ней ток, проверить, есть ли там дальше провода, они тоже нас могут подталкивать к пониманию того, как это тестировать. Вопросы были очень хорошие. Молодцы те, кто начал думать в этом направлении, да, потому что тестировщик должен увидеть объект тестирования с разных сторон и со стороны пользователя, да, как пользователь это будет делать, и с технической стороны посмотреть на провода. Возможно, мы сможем, вот провод, который уходит от кнопки, мы можем его разъединить и замерить на нем, например, если на вход подается ток, по нажатию тоже, наверное, должен пойти ток. Как минимум, мы можем измерить, идет ли ток дальше, по нажатию. Меняется ли сила тока или включается он, выключается, ну, что-то, что-то должно происходить, да. И если что-то происходит, мы можем подключить на выход кнопки какой-то прибор, который определяет, есть там ток, нет ток. Возможно, подключить мир-симулятор и то, как нам уже Екатерина предложила, и этот симулятор по нажатию кнопки уничтожить. И с какой-то долей вероятностью предположить, что если провода соединить, то есть какой-то другой мир тоже будет, скорее всего, уничтожен. Вот. Таким образом, таким образом, я бы это подсуммировал, что думать как тестировщик, это не значит о том, что нужно побежать и сразу же нажать, или не значит о том, что нам нужно проверить только единственную работоспособную версию. Это значит о том, что вы как тестировщик, вы должны понять, во-первых, собрать всю информацию, да, что это за объект, что он делает, для чего, как он вообще работает. И, исходя из этой информации, вы уже будете формировать свое понимание того, как же это лучше протестировать. есть ли смысл нажимать на эту кнопку сразу? Возможно, есть смысл что-то симулировать, что-то отключить, что-то подключить. И плюс, как бы, вы должны как бы убедиться, что вашими действиями вы не нанесете вред чему-либо, в том числе, например, окружению. Как-то так. Можно закачивать как психологу. Ну, да. Если мы говорим о реальном мире, да. Но если эта кнопка, как я уже говорил, как в примере, уничтожает мир Майнкрафта, в котором вы играли, то как бы ничего страшного не произойдет. Более-менее. Вот. Так. Какая у нас тема дальше? Дальше мы поговорим с вами о уровнях независимости. То ту мысль, о которой я говорил уже в самом начале, да, почему разработчики не тестируют свой свой код. Вот. В принципе, ответ здесь на слайде есть, но я все-таки его еще раз озвучу. Если бы тестировщики, вернее, если бы разработчики сами тестируют свой код, а некоторые проекты, собственно, так делают, то здесь как бы включается просто тот самый момент, это мой код и с ним явно все хорошо. Ну, я же суперразработчик, я не мог допустить ошибку и здесь получается, что вы зависимы. Вы как разработчик не объективны по отношению к собственному коду. Вы его создали, он вам нравится, он работает, вы потратили неделю, например, или месяц работы над этим кодом и не очень приятно о том, что появляется какой-то человек или находит бах, или вы находите бах после столько времени работы и это обычно как бы вы иногда стараетесь на это закрывать глаза, но он уже работает, ну, пускай работает, ну, не очень идеально, но он работает, вот. Поэтому в какой-то момент времени на заре становления тестирования умные люди поняли о том, что есть смысл привлекать внешних сотрудников, которые могут объективно взглянуть на результат работы и объективно выдать оценку того, что, собственно, в итоге получилось. Работает или оно, не работает. Они не знакомы с разработчиками, не знакомы с заказчиком и как бы им не страшно говорить правду. На данный момент этих уровней независимости существует несколько. В принципе, ну, они логичны, да, это, включая принцип тестирования того, кто написал текущий, вернее, не текущий, а сам Agile в своих концепциях как бы говорит о том, что, по большому счету, не должно быть большой разницы между тестировщиками и разработчиками, разработчикам. И команда, которая состоит из десятка инженеров, вполне себе спокойно может быть и писать код, и тестировать свой код, и так дальше, и так дальше. Занимается, в принципе, всеми делами. Ну, вот. Это, в принципе, не возбраняется и любой заказчик, у которого очень ограниченные финансы и время, может вполне успешно себе создать проект с тремя разработчиками без тестировщиков. Вряд ли получится написать какой-то огромный продукт, или продукт совершенно без бахов, но как бы такое тоже бывает. Такое тоже бывает. И если мы собирали трех суперопытных разработчиков, то вполне в итоге мы получим вполне себе рабочий, идеальный, возможно, даже продукт. Потому что баги не зависят, ну, вернее, как. Они просто уже настолько будут разработчики опытными, что они будут знать, как написать код оптимальнее, лучше, быстрее, и, возможно, даже умеют тестировать после себя тоже. Вот. Поэтому как бы такое тоже может быть. Но, если у нас команда довольно большая, состоит, например, с десятка, то следующим шагом независимости могло быть просто попросить протестировать другого разработчика. Вот. я написал вот эту функцию, она работает, но я хочу, чтобы на нее взглянул кто-то другими глазами. Например, вот сосед-разработчик, пожалуйста, посмотри мой код или нажми на эту кнопку, работает ли она так, как я сделал, чтобы она работала. Вот. Это тестирование другим человеком в той же команде. Одним из этапов развития вот этого принципа, это, конечно же, независимая тестовая команда, какой смысл держать разработчиков постоянно, соседей, если мы можем нанять три тестировщика, которые будут, например, в рамках организации по всем проектам помогать тестировать, либо просто каждый проект будет иметь у себя такую небольшую команду, которая будет заточена именно на тестирование, у которой будут профессиональные навыки, у которой будет майндсет тестировщика, который будет знать, что делать, и они как бы не будут зависеть от кода, то, что мы с вами и говорили. Вот. И самым высоким уровнем независимости это будет абсолютно внешняя компания, которая предоставляет услуги по тестированию. Она уже даже не знакома с нашей компанией, которая называется разработкой. Если предыдущая модель, она сейчас практически повсеместна, то последняя применяется уже гораздо реже, применяется в очень высокорисковых проектах зачастую. Это проекты, которые занимаются разработкой в космических отраслях, в медицине, где риск ошибки очень высок. У них есть, конечно же, у них есть и свои команды тестирования, которые знают продукт, которые знают требования к этому продукту, которые понимают цену ошибки. Например, при разработке медицинского любого оборудования мы понимаем, что в итоге может пострадать человек. Поэтому уровень тестировщиков должен быть довольно высок. И при этом они для того, чтобы еще более поднять качество тестирования, поднять уровень независимости, плюс нанимают внешние команды, которые или проводят какие-то периодические аудиты, либо помогают тестировать релизы, например. Внутренние тестировщики занимаются тестированием во время разработки, а когда какая-то уже или часть, или релиз, или релиз, всем понятно слово? Я думаю, в принципе с этим сталкиваться могли практически все. Давайте чатик все-таки, я вижу, чат нам больше нравится. кто-то знает, что такое релизы, это собственно, если вы, например, взять телефон, мобильный телефон, периодически ваш мобильный телефон обновляет ваше приложение. Это значит, что ваше приложение версии 4.1 получило следующую версию 4.2, и это уже новый релиз приложения, который содержит бахфиксы, исправления ошибок, либо возможно новые фичи, либо просто они размер кнопочки перерисовали так захотелось заказчику, они решили сделать версию следующую и ее выкатили в store. И, собственно, вы этот релиз себе установили и пользуетесь. Но этот релиз, конечно же, должен тестироваться. Он тестируется внутренней командой, а если мы говорим о чем-то очень важном космическом, или самолетостроении, или медицина, то в таком случае зачастую еще прибирают к привлечению внешних команд, которые берут релиз, которые, возможно, берут всю документацию, которую мы в процессе релиза написали, и проверяют, что же мы там сделали. Они, конечно же, имеют очень высокий уровень компетенции, много знаний и так далее. И, конечно же, дорого стоят. Поэтому небольшие проекты редко пользуются такими услугами. единственным примером, который выбивается отсюда, это компании, которые занимаются тестированием в узкоспециализированных областях. Например, тестирование безопасности. Обычно тестировщики, которые прикреплены к проекту, они в основном занимаются тестированием вообще всего, но есть области, которые требуют специальных знаний. тестирование безопасности, оно требует более глубоких знаний, понимания архитектуры приложения, каким образом злоумышленники взламывают приложения, каким образом они получают и вытягивают данные о пользователях. То есть, это все нужно знать, нужно быть в тренде, нужно понимать и читать о последних наработках, разработках, информации о том, что происходит в этой конкретной области. И поэтому чаще всего такие направления в тестировании, они выделяются в отдельной области, там люди становятся специалистами, становятся дорогими специалистами, и их привлекают для тестирования именно таких вот узкоспециализированных направлений. Туда же можно отнести, например, тестирование производительности. Если мы говорим о веб-магазине вашего соседнего магазина, где вы можете, например, у Рими есть этот самый веб-сайт, куда вы можете зайти, сделать заказ, в последнее время многие, многие, многие делают, занимаются заказами, потому что у нас ситуация на улице такая, что в магазин просто так не сходишь, вот, то раньше Рими мог себе позволить, например, я говорю сейчас сферически, какой-нибудь маленький сервачок и ожидать там количество пользователей 10 в день, да, 10 человек в день зашло, сделал заказ, и как бы нам мощности много не нужно, но сейчас очень много людей стало заказывать продукты онлайн через их веб-магазин, соответственно, но если веб-магазин не будет поддерживать возможность одновременного поддержки одновременного захода, обработки заказа, покупки для тысяч человек, то как бы он просто станет недоступным, сервера упадут, никто не сможет ничего купить, сплошные убытки и недоразумения, вот, и этим как раз и занимаются тестировщики, те, которые занимаются нагрузочным тестированием, они проверяют, как ваш продукт будет себя вести, если им начнут пользоваться десятки тысяч людей, сотни тысяч людей, и причем в течение длительного времени, например, тот же Facebook, вы можете себе представить, какое количество людей пользуется в секунду времени, там просто невообразимые числа, и обычные тестировщики, в том числе и я, мы это будет довольно сложно попробовать протестировать, создать условия для тестирования вашего продукта, когда на него заходит сто тысяч человек в секунду, вот, конечно, есть специализированные инструменты, специализированные методики, которые специально изучаются, люди в этом развиваются, люди умеют, естественно, кодить, они с использованием этих программ, они симулируют это количество пользователей, каждый пользователь может, например, делать или тоже действие, зашел, добавил какой-то продукт в корзинку, оплатил, вышел, или они могут совершать разные действия, то есть это уже на данный момент, это уже отдельное направление, где какие-то базовые вещи мы можем и с вами протестировать сами, например, запустить веб-сайт у себя на лэптопе, у себя на телефоне, у себя на планшете, ну, три пользователя, мы можем одновременно протестировать, без проблем, но когда доходит до тысяч, там уже нужны специальные инструменты, вот. Так, да, мы как-то ушли от уровней независимости, но как бы это было, я думаю, полезно. Теперь следующий, следующая часть, следующая часть нашей лекции, это что тестировщик обычно делает на работе. Мы говорили о разных, о разных теориях, да, о высоких материях, о том, что нам нужно тестировать все подряд и чем больше, тем лучше, но что же тестировщик собственно делает на работе каждый день, как бы мы же не не тестируем целый день, нажимаем на различные кнопочки. Конечно, у обычного тестировщика довольно много повседневных задач. Мы читаем имейлы, мы получаем задачи от нашего менеджмента, от непосредственного руководителя, мы обсуждаем эти задачи с разработчиками, например, результаты того, что мы нашли, мы обсуждаем наши задачи с заказчиком, возможно, с помощью имейлов, если мы хотим узнать что-то, или мы общаемся с командой, которая пишет требования, если это дизайнеры, причем дизайнеры это не обязательно те, кто рисует дизайны, а это те, они их еще называют аналитиками, это те люди, которые вот переводят язык, я хочу, чтобы текст можно было сделать жирным, техническое описание, второй вариант, который я предложил, о том, что нужно выделить, нажать, изменятся какие-то параметры, вот это будет так выглядеть, вот внизу под капотом приложение должно сделать то-то, 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 все правильно все правильно или нет, они постоянно коммуницируют и их задача писать техническую документацию, если в двух словах. Так, мы, конечно же, тоже пишем свою тестовую документацию, то есть, помимо того, что нужно протестировать какую-либо функцию или какую-либо задачу, для того, чтобы подтестировать ее повторно, например, мы можем описать сценарии тестирования. Помните, я упоминал, что если тестировать сохранение, то мы можем сохранить пустой файл, мы можем сохранить файл с картинкой, мы можем сохранить файл просто с текстом, потом переоткрыть, убедиться, что он правильно открывается, мы можем сохранить файл с английским шрифтом, с английским названием, с русским названием, со специальными символами и так дальше. Это называем мы тест-кейс или сценарий тестирование. Для того, чтобы их не выдумывать каждый раз, мы их расписываем в самый простой вид, это в виде чек-листа. Проверите это, проверите это, проверите это. Пять проверок. Мы себе эти проверочки записали, и когда в следующий раз будет необходимость тестировать это же, нам не нужно будет вспоминать, что мы там делали. Мы просто открываем документ, проходим по шагам и отправляем результат заказчику или менеджеру, неважно кому. Так, баг-репортинг. Тоже часть нашей задачи. Баги мы не просто несем в руках разработчику, смотри, что я нашел, как на картинках, да? Это обычно документ, который в себе содержит описание наших действий, которые привели к ошибке, описание, где это произошло. Например, было бы неплохо добавить версию браузера, потому что от версии версии поведение может отличаться. Где-то оно может быть поломано, где-то не поломано. Вот. В новой версии добавили новую фичу, она поломана. Старой ее нету, соответственно, в старой версии все окей, работает. Вот. То есть мы добавляем всю эту информацию, собираем в кучку в этот документик, отправляем разработчику или имейлом, или используя наши проект-менеджмент-инструменты, например, Jira. Возможно, кто-то даже знает, что такое Jira и ее видел. Вот. Это инструмент, который как раз и помогает взаимодействию всего проекта. Когда мы видим задачи, мы видим ошибки, понимаем статус того, что происходит. Ну, как бы вы с Jira, мы еще будем работать с вами на нашем курсе. вы тоже научитесь это делать. Так. Конечно же, куча различных митингов. Куда без них. Утром собрались, обсудили, что делать. В обед собрались, обсудили проблему в модуле номер один. Вечером собрались, обсудили о том, что же мы будем делать завтра или что же не так с модулем номер два. Ну, как бы задач очень много. И, например, они могут касаться различных модулей в различное время их работы. Что я имею в виду? Например, модуль номер один мы можем уже заканчивать, тестировать. Модуль номер два только планируется, и мы читаем только документацию. Модуль номер три мы уже заканчиваем тестировать. Вот. То есть, это не значит, что вы будете заниматься чем-то одним, а вы можете заниматься различными модулями в различные моменты их готовности. Что-то уже детестировалось, что только начинается. Вот. И этих задач может быть у вас несколько в день. Так. Ну и статус-репорты. Это связано с митингами. То ли мы на словах говорим о том, что я вот закончил или у меня все хорошо. Или это тоже может быть в виде каких-то имейлов. Например, вы неделю занимались тестированием чего-то большого, провели огромную работу и хотите одним письмом описать, что вы сделали. То есть проведено там сотня тестов, найдено пяток багов. В целом можно считать, что все окей, потому что баги мизерные. Ну, например, или все плохо, пять критичных багов нашли. Вы пишете такой статус-репорт, отправляете имейл либо начальнику, либо заказчику, зависит от того, кто эту задачу вам ставил. Вот. И вот это то, что мы проговорили, оно в принципе довольно хорошо ложится на так называемый SDLC, Software Development Lifecycle, который, это расшифровывается как жизненный цикл разработки программного обеспечения. Он в принципе и создает, вернее, состоит из этих, наверное, трех частей. То есть мы сначала работу планируем, мы сначала пишем, что мы хотим сделать. Мы пишем техническую документацию, мы пишем тестовую документацию, мы планируем, как это будет тестировать. То есть, вернее, дизайны мы на втором шаге, да, на первом мы планируем, потому что нам нужно тестировщика три человека, и мы будем тестировать в течение месяца. Нам нужно десяток разработчиков. Количество разработчиков, конечно, не мы планируем, да, это руководитель команды разработки, но я как бы просто в целом говорю. Вот. Мы это все спланировали, потом пишем, дизайним наши документы, мы пишем тестовые сценарии, разработчики начинают писать код или тоже техническую документацию. Мы готовим инструменты. В качестве инструмента могут быть, например, если мы говорим о мобильной разработке, то мы как бы не готовы, что наше приложение будет только на Самсунге работать. Мы хотим проверить его на айфоне, мы хотим его проверить на планшете, мы хотим проверить его на каком-то китайском телефоне, да, и эти устройства нужно как бы запланировать и где-то взять, подготовить их. То есть, на них нужно, их бы сначала нужно купить, в итоге понять, как мы на них будем устанавливать наше приложение, ну и так дальше, да. То есть, подготовка не только моральная, но и подготовка инструмента ведет. Ну и, собственно, экзекьюшн фаза. Для разработчиков это написание кода, а когда код написан, то для тестировщиков это как раз и выполнение всех наших тестовых сценариев. У нас есть уже понимание, что делать, у нас есть написанные сценарии, у нас подготовлены устройства. И проверив, проверив то, что запланировано, мы пишем окончательный репорт. Я проверил эту функцию на телефоне, например, или ряд функций на одном телефоне или на ряде, получил вот такие-то результаты. Вот. И этот SDLC, он, в принципе, по большому счету и состоит из, ну там шоков больше, но грубо их можно разбить на три вот эти фазы. Фаза планирования, фаза дизайна и фаза выполнения. Вот. В планирование, в том числе, в себя будет включать и чтение документации, потому что, например, писать документацию мы будем, естественно, только в самом начале продукта или в самом начале фазы, когда мы хотим создать что-то новое. Вот. И в середине, перед середине создания этого продукта, в принципе, эти шаги тоже сохранятся, потому что тестировщик, закончив что-то одно, какую-то одну функцию тестировать, он перейдет ко второй и тоже начнет с чтения документации, с планирования своей работы. То есть, Software Development Lifecycle, вот эти три шага у нас будут, как бы, они, во-первых, на фоне всего проекта, так и на фоне тестирования каждой отдельной, небольшой даже функции. Мы сначала прочитали о ней, потом мы поняли, как ее тестировать, написали тест, если нужно, либо нашли тесты, те, которые уже существуют, выбрали себе устройство, те, которые нам нужны, ну и провели тесты. То ли это будет, то ли это будет сотня, то ли это будет три теста. В принципе, неважно. Так. Вот. По SDLC мы тоже с вами, конечно же, поговорим более детально на наших лекциях и даже в ней поучаствуем в какой-то мере. Так. Следующая тема у нас будет касаться багов. Кстати, такой момент. Я не очень быстро рассказываю. Все понятно. Есть ли, может, какие-то вопросы, замечания? Можем сделать, если хотите, перерыв на 10 минут, если кому надо. Если что, пишем, не стесняемся. Все понятно. Отлично. Это хорошо. Да. Это очень классно, что понятно. Я, конечно же, пробую это все рассказать простыми словами. На самом деле там гораздо больше материала, все можно рассказывать гораздо глубже, но так как наша задача понять это все довольно поверхностно, да, главное получить это понимание, а не просто отбарабанить вам определение, то я как бы, да, именно поэтому стремлюсь рассказать это какими-то простыми словами, что ли. Итого. Идем дальше, значит. Вы продолжайте писать, если что, а я пойду дальше. Значит, дальше у нас, собственно, баги. Про баги мы уже говорили, это результат нашей работы, несоответствие между тем, между поведением приложения и между тем, что мы ожидаем от него получить. Вот. Если вы, например, выделили текст, нажали кнопочку B для того, чтобы сделать его болтом, жирным, а он стал красным, то как бы это явный баг. Вот. И если вы, например, выделили текст, нажали на кнопочку сделать болт, при этом прошла секунда, и только потом он выделился, ну, как бы здесь тоже баг. Баги бывают абсолютно разные, да. Медленное поведение системы, это тоже не очень хорошо, потому что это заметно. Каждый из вас сталкивался с тем, что страничка, вы ввели какой-то адрес в браузере, и вам нужно ждать секунд 10 для того, чтобы он загрузился. Медленно грузится, при этом у вас вроде как интернет ок, но там так много картинок и всего остального контента, что он очень медленно грузится. Это тоже баг, потому что это неудобно, нам приходится ждать, оно все подгружается медленно. Ну, и мы как бы предпочитаем пользоваться теми устройствами, которые работают быстро, быстро и удобно. Поэтому это не, баг это не только тогда, когда мы получили ошибку на весь экран, все плохо, это не тогда, когда аппликейшн просто скрэшнулся, сложился и не хочет больше работать. То есть, мельчайшее неудобство пользователя, это, в принципе, тоже может считаться багом. У бага будет, конечно же, приоритеты, да, я не зря говорил о том, что некоторые баги будут отклоняться. Если у них минимальное влияние на систему, или пользователь его может, например, найти только раз в году. Если, например, говорить о каком-то поведении системы в високосный год в конце февраля, да, то такие баги, скорее всего, чиниться не будут, потому что, ну, как бы, окей, пользователь его увидит в, какого там, 29 февраля. Но зато все остальные 4 года его никто видеть не будет. Ну, и смысл на него тратить деньги и время. Вот. Как бы, с одной стороны, мы, тестировщики, мы должны стремиться к качеству, желательно идеальному, но мы должны тоже понимать о том, что иногда есть смысл принять во внимание оптимальность. Вот. Для этого у нас есть параметр у ошибки — это влияние на систему. Насколько сильно оно влияет на систему. Если это крэш, конечно же, это самый высокий приоритет у такого ошибки. Если же наш поле, оно сдвинуто на несколько пикселей и проверять, чем нужно, ну, как бы, это тоже ошибка, но с минимальным приоритетом. Ну, вот. Итого, у нас существует энное количество названий для багов. Фактически это все баги, но и по большей части в работе мы используем только баг, но вы должны, во-первых, узнать, понимать теорию тестирования, во-вторых, понимать, откуда у каждого бага ноги растут, поэтому мы их в общих чертах и рассмотрим. Например, mistake. Mistake, а его ESTQB или теория тестирования, описывает как механическую ошибку в написании кода или в описании поведения продукта. Например, такая банальность, как больше или больше или равно. Вроде бы одна линия, это пишется вот загугуленка, и внизу вторая линия будет говорить о том, что больше или равно. Но если мы сделаем очепятку и поставим просто больше, то система будет себя вести немножко, но по-другому. То есть фактически обычная механическая ошибка может привести к проблемам большим. И как бы если вам, например, вам уже 18 лет, вы пошли в магазин купить себе пиво, а у них система как раз, вот у нее ошибка больше или больше или равно, ну и она говорит, нет, тебе должно быть больше 18, а не больше или равно 18, и отказаться вам продавать что-либо. Неприятно, да. Как бы, ну это мелочи-мелочи, но такие мелочи периодически стоили человечеству и жизни, и миллионов долларов. Например, давненько это уже произошло. При взлете один из космических аппаратов на какой-то не очень большой высоте взорвался. И, собственно, выяснилось о том, что из-за человеческой ошибки при разработке одного модуля использовалась метрическая система. Вы, я уже не знаю точно, какие там данные передавались, ну, грубо говоря, сантиметры, а какой-то второй модуль. Я, да? Я искал книгу читать. Ты гулял, а потом играть все. Ага, я это не по теме, я понял. Так, хорошо, возвращаемся. Вот, а второй модуль, собственно, эти данные принимал и обрабатывал в неометрической системе, в дюймах. Таким образом, из-за ошибки передачи данных и обработки этих данных и случилась проблема. Просто недосмотрели о том, что какой-то из модулей неправильно обрабатывал цифры метрической или неометрической системы. Дальше. Крэш нам, в принципе, всем известен. Это проблема, которая приводит к полному отказу системы. Инцидентом, например, чаще называют это ошибки, которые приходят уже от пользователей. Инциденты обычно заводят индусские колл-центры. Мы, наверное, с этим сталкивались, да? То есть набирают колл-центры, куда пользователи звонят, говорят о своих проблемах, их записывают и, конечно же, направляют к разработчикам. Так вот, если такие проблемы пришли уже от пользователей, от продакшена, то их называют инцидентами. У них, конечно же, повышенный приоритет, потому что уже сталкиваются пользователи с этим и так дальше. Сайд-эффект. Сайд-эффект – это когда мы починили в одном месте, а отломалось в другом месте. Иногда это не очевидно. Иногда там, когда мы пытаемся добавить новый тип пользователя и при этом ломаем одного из существующих пользователей. Например, предположим, у нас есть система для обучения, где у нас есть три типа пользователей. Администратор, который только настраивает ученик и учитель. Если мы добавим, например, туда какого-то еще пользователя, который просто видит домашки, но не является учителем, он не может на них отвечать и редактировать, то, добавляя такого пользователя, мы можем случайно сломать доступ и у учителя, и у ученика, возможно, даже у администратора. Опять же, за человеческие ошибки. Это называют сайд-эффектом. Мы починили одно, поломали в другом месте. Так, фейлор – это возможный отказ системы. То есть, мы пишем систему, которая гарантированно имеет какой-то тупик. Например, мы купили товар, мы заполнили данные о нашей платежной системе, нажали «Купить», и мы как бы предусмотрели, что сделать, если данные введены правильно, но мы забыли предусмотреть, если человек ввел неверно, например, свое имя, или просто забыл его ввести. Система получает «Окей», дальше ей нужно перенаправить вас в ваш банк, по ходу она понимает, что данных нет, и все, и ничего не происходит. Происходит ошибка. То есть, или она зависает, или крэшится. Так вот, пока этого не произошло, и, например, мы это увидели в описании функции, о том, что вот в этом случае мы перенаправляем, и ничего не сказано, как мы будем обрабатывать неправильно введенные данные пользователя. То на момент, пока бах, так сказать, не выстрелил, это возможный фейлер. Вот. Аномалия, например, аномалии, если QB называет бах, который непонятен, который мы еще не инвестигировали. В какой-то момент, если пошевелить мышкой, происходит краш-система, а почему, что, как друг на друга завязано, невонятно. У нас есть аномалия, мы еще не поняли, в чем ошибка, но как бы видим глазами о том, что все плохо. И такие бахи инвестигируются. Мы обычно привлекаем разработчика, который может посмотреть в код, мы привлекаем аналитика, который знает, что должна делать система в этот момент времени. Или, если это, например, не на мышку завязано, а на какую-то последовательность действий. То иногда не очевидно, но все вместе мы посмотрели в код, мы посмотрели в документацию, мы поняли, в чем проблема. Она превратилась в бах, мы завели в систему, разработчики бах починили, и все довольны. Так, что еще? Я еще раз повторюсь, бахи – это функциональные, это когда у нас функция не работает. Бахи бывают визуальные, это когда у нас цвет подходит, не подходит, не тот, который хочет заказчик. Бахи производительности могут быть. Быть мы работаем слишком медленно, например, или мы работаем слишком долго и не умеем с этим делать ничего. Переполняются какие-то буфера. Тоже реальный случай. В Америке, не помню, в 2000-х, был случай, когда зенитная система ошиблась с целью и поразила своих солдат. Когда разбирали этот случай, поняли о том, что система работала постоянно. Ну, военные системы, они как бы и должны работать постоянно, быть включенными, быть готовыми. Но система накапливала ошибку, накапливала значение после запятой, это, по-моему, чуть ли не в 10-м символе. И проработав несколько лет, вот это вот значение после запятой в 10-м символе, оно доросло до целых чисел, поменяло значение. И ракета, которая должна была повредить какую-то тестовую мишень, она улетела в другую сторону, и из-за этого погибли люди. Ну вот, тоже такой случай из жизни, тоже бах, который вроде как бы совершенно незначителен был в самом начале, но в итоге привел к жертвам. Ну вот, такое тоже бывает. Это все тоже бахи. Вот, кстати, еще один пример. Это баха, да, который вы явно тоже видели. Это ошибка в работе iOS 17-го года. Нужно было установить дату. После одного из обновлений Apple добавили новое оформление, и вы могли слышать о том, что по интернету рассказывали, как окрепичить девайс, установить определенную дату, время, и именно конкретно с этой датой устройство просто не знало, что делать, останавливалось и не могло выйти из этого состояния. Потому что, возможно, или было то самое меньше или равно, да, устройство могло работать с больше или равно 1 января 17-го года, но указали о том, что оно должно работать больше этого, этой даты, и установив эту дату, как бы устройство просто не знало, что с этим дальше делается. И окрепичивалось, то есть переставало работать полностью. В Galaxy Note тоже многие слышали о том, что загораются аппараты в 16-м году, и это привело к 2,5 миллиона отзывов устройств. В конечном итоге запрещали и летать с Samsung'ами определенной версии на самолетах, и люди боялись ставить ее на зарядку, и пришлось компании вернуть эти все устройства и потерять 5,3 миллиарда долларов, судя по информации из Википедии. Довольно большие деньги. Им нужно было просто, наверное, тестировать тщательнее, проводить тесты. Где-то сэкономили и привели. А вот еще один пример из уже 80-х годов. Медицина. И проблема с этими устройствами МРТ. Да. Устройство МРТ, оно какую-то дозу радиации строго определенного размера, оно, конечно же, излучает. Возможно, это был не МРТ, а рентген. Неважно. Собственно, суть была в том, что из-за ошибки в коде прибор выделял максимально возможное излучение. Почему так происходило? Почему не нашли, невонятно. Но проблема была в том, что во время настройки 8-секундного окна, когда мы настраивали устройство, то система или не сохраняла, или принимала максимальное значение. И вот этот небольшой момент не протестировали. И некоторые люди, к сожалению, получили довольно большие облучения. И даже некоторые умерли. Примеры багов. У меня есть для вас еще ряд реальных примеров. И давайте попробуем переключиться и на... НИТ не хочет работать. МРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМРАМР Сейчас, к сожалению, нету второго монитора, приходится все на этом делать и не очень удобно. Так, у нас есть веб-сайт, и на этом веб-сайте у нас есть ряд ошибок, которые, проверив, можно найти. Такими ошибками могут быть, например, вот у нас есть реклама, нажав на которую, мы можем получить 404. Сайт абсолютно реальный. Конечно же, мы о некоторых ошибках уже на нем знаем. Мы иногда используем его для того, чтобы показать об этих ошибках. И я вам скажу серьезно, вот эта вот ошибка, сколько мы показываем, она до сих пор не исправлена. Почему, непонятно. Но она существует. У нас есть реклама на сайте, нажав на которую, вы никуда не попадаете. То есть, под ней неправильная ссылка находится, или она ведет на несуществующую страницу. В итоге мы получаем, используя некоторые рекламки, мы получаем 404. 404 значит о том, что ресурс не найден. Что еще? Как мы видим, тот же сайт, он не понимает ширину моего экрана. У нас справа-слева довольно много пустого места. И, наверное, было бы удобнее сделать его пошире. Как-то так. Что еще? Какие еще примеры могут быть? Вы, в принципе, видите, у URL-сайта можете параллельно сейчас туда же зайти и проверить то, что я показываю самостоятельно, чтобы вы не думали, что это наш специальный веб-сайт для багов. Вот, страничка на Фейсбуке, например, это кнопочки, которые здесь ничего не делают. Они как бы есть, они как бы даже меняют цвет. Но нажатие на эти кнопочки, оно ничего не дает совершенно. Они просто не работают. Что еще? Что еще? Здесь есть... Ага, вот эти вот у нас тоже кнопочки не работают. Они как бы, как мы видим, по наведению не меняют свой цвет, что дает нам понять, что это вроде как бы активный элемент. И любой человек попробовал бы туда кликнуть. Но за этими кнопочками ничего не стоит. А есть еще такой интересный Z-сайт. Его сложно повторить с корзиной. Возможно, он работает только в хроме. Возможно. Вот этот вот попапчик, который вы видите, он в хроме при определенном наведении. Он начинает просто туда-сюда прыгать постоянно. Вот, кстати, вам будет интересный момент попробовать в хроме. навести на корзину. У меня он прыгал бесконечно. Ну, здесь в хроме... В интернет-эксплорере он работает. Тоже вот заметьте разницу поведения. Почему мы тестируем на разных браузерах, в разных версиях. Где-то работает, а где-то нет. Так. Сейчас попробую вспомнить еще что-то. Где-то у нас были новые товары. И в новых товарах здесь были цены по нолям. Ага, в новинках, скорее всего. Да. Вот у нас каталог с новинками. Опять же, ну, классическая история. Я это показываю уже далеко не первый раз, но на сайте ничего не меняется. Конечно, мы могли бы с ними связаться и рассказать их об этих всех багах. Но тогда у нас не было бы такого хорошего примера. Новинки, конечно же, они должны иметь цену. То есть мы зашли, мы увидели новые выключатели, нам они понравились, мы захотели купить. Но что с этим делать, мы не знаем. Потому что цена ноль. Нужны ли они нам, непонятно. Так. Тут еще есть баги, когда можно добавлять в корзину товары, которых не существует. Если нам сейчас такое попадется. Не, не вижу. Ну, в общем, суть понятна. Там есть еще проблемы и в логине в магазин. В общем, сайт классический. Я вам рекомендую на него сходить, посмотреть и попытаться найти что-то интересное. Этот очень полезный сайт. Это чтобы понять, как выглядят баги. Как выглядят баги на нашем сайте. Так, сейчас я попробую найти нашу... А, вот он. Наша шара. И мы перейдем дальше к следующей теме. Я могу, в принципе, сайт скинуть и в чат. С телефона. Почему нет? С телефона тоже можно. Да, должен открыться без 3W вначале. Можете попробовать поинтересоваться. Забавный сайт. Куча проблем. Так. Перейдем к нашему вопросу о карьере. Начинаем мы все с обычного тестировщика, с QI-инженера, который может быть начинающим тестировщиком, да, джуниором так называемым. В Safari, да, тоже. Несмотря на то, что Safari очень широко используемый браузер, он, да, довольно-таки по функциональности может уступать и Хрому, и, наверное, интернет-эксплореру вряд ли, но как бы вот у них есть смысл проверять в разных браузерах. Потому что плюс еще, конечно же, в зависимости от того, на какую аудиторию вы рассчитываете. Был интересный кейс в моей карьере. Мы когда разрабатывали приложение для Инди здесь, в Риге, как это ни странно не звучит, но большая индийская компания, дочерняя компания 20th Century Fox, американской, которая находится в Индии, и которая работает в сфере мультимедиа, видео у них на рынке, заказала приложение чем-то похожее на YouTube, но в котором были бы только индусские сериалы, фильмы и так дальше. И вот они фокусировались на Android, потому что рынок в Индии занимает Apple-устройства, занимает что-то 3 до 7%, по-моему. Ну, что-то очень маленькая цифра. И нашим основным направлением было тестировать на Android-устройствах. Вот такой вот вам пример из жизни. Они исправляют, чтобы продолжили использовать. Вполне вероятно. Может быть, кто-то из наших преподавателей владеет этим сайтом. Ну, шутка, конечно же. Но мало ли, но мало ли. Вроде как сайт выглядит как очень живой, продаваемый и вполне себе реальный. Но могу ошибаться. Так, вернемся к нашей теме. К UI-инженеры. Мы, конечно же, начинаем как... Начинающие тестировщики, джуниор-тестировщики. Потом мы вырастаем к мидл-тестировщикам, да, среднего уровня. Потом к синьор-тестировщикам. Там разница, в принципе, по большей части в ответственности. Синьор-тестировщики уже проработали несколько лет. Они уже сами знают, что делать. Им не нужно зачастую ставить задачи. И, получив себе продукт... Они знают о том, что нужно почитать. Нужно пообщаться. Нужно составить себе план работы. Протестировать. Куда записать бахи, не знают. Как составить отчет, они тоже знают. Ну вот. То есть, это, в принципе, такая себе обычная эволюция. Когда вы в какой-то технологии, в каком-то направлении развиваетесь и становитесь специалистом, экспертом. Тем не менее, помимо QI-специалистов, каким бы вы техническим не было, у вас есть возможность, возможность перерасти, используя софт-скиллы в направлении руководства, в менеджмент. Это то направление, которое я в свое время выбрал. Жизнь подтолкнула к тому, что нужно было управлять на проекте несколькими людьми. Как бы начал развиваться в этом направлении. Стало интересно. Работать с людьми всегда интересно. Получать задачки. Плюс, работая именно конкретно в тестировании, то ты не теряешь связь именно с основной работой, с тестированием. Любой тест-менеджер, тест-лид, он вполне себе имеет право, возможность и тестировать самостоятельно, чем я, собственно, обычно и занимаюсь. Потому что обычно работа с бумажками, наверное, более скучная. А если у тебя есть возможность и руководить командой, и работать с заказчиками, с работать с тестировщиками, и с девелоперами, еще тестировать самому, ну, здесь вообще просто праздник какой-то. Делай, делай, что тебе больше нравится. Ну, конечно, и ответственности гораздо-гораздо больше. Тоже, имея софт-скиллы, а софт-скиллы – это, если кто, возможно, не очень хорошо представляет, то софт-скиллы – это развитие больше в сторону того, как вы общаетесь с людьми, как вы планируете работу, свою, других, тайм-менеджмент, грамотно писать имейлы, грамотно общаться с заказчиками и так дальше. А с другой стороны, хард-скиллы – это обычно технические. То есть техническими скиллами это будет умение написать код, это умение быть автоматизатором, умение использовать какие-то определенные специфические инструменты и так дальше, и так дальше. То есть это техническое направление. Не техническое направление, кроме менеджмента, это те самые бизнес-аналитики. Аналитики, которые читают документацию, которая может состоять из сотен страниц, находить какие-то несоответствия, находить заранее какие-то проблемные места, уметь расписать из обычной хотелки заказчика. Я хочу, чтобы все было красиво. Расписать полноценную техническую задачу, которая может быть не обязательно состоять из технического описания, бизнес-аналитики могут описывать бизнес-сценарии. То есть обычную хотелку превратить в полноценное описание задачи бизнес-языком. Например, если заказчик хочет, чтобы пользователь при авторизации получал имейл, он может это, в принципе, так и описать, то бизнес-аналитик распишет сценарий о том, что вот, например, новый пользователь должен будет зайти, ввести свои данные, успешно залогиниться. В поле имя он должен будет вводить только буквы, в поле телефон только цифры. Дальше система эти данные сохранит вот в этой базе. Дальше мы из этой базы возьмем имейл пользователя. Дальше вот этот модуль сформирует нам электронное письмо. Электронное письмо будет содержать вот такой вот текст. Оно будет отправлено от лица компании, на лица пользователей, и будет текст, например, «Здравствуйте, спасибо, что вы зарегистрировались в нашей компании». Изначально вроде как бы просто, но бизнес-аналитик убедится, что каждый шаг этой функции, он ясен, понятен, и сможет эту документацию отдать разработчикам. И убедится, что в итоге заказчик получит именно то, что он хотел, чтобы новый пользователь получил имейл себе на почту. Хард скиллы у мануального тестировщика. Ну, например, умение писать документацию хорошо, умение анализировать документацию, умение использовать различные методики тестирования. Если мануальный тестировщик получит документацию на 50 страниц, что с ней делать? Ну вот. Нужно понять, какие тестовые сценарии у вас есть. Нужно понять, какие виды проверок вы будете использовать. Нужно понять, какие данные вы будете, вернее, какие устройства вы будете использовать, на каких лэптопах, на каких версиях браузера и так дальше. То есть, в принципе, у мануального тестировщика хард скиллы — это, наверное, умение вокруг себя построить сам процесс тестирования. Конечно, это джуниор-тестировщик. Не обязан ничего делать, он только учится этому всему. Но опытный мануальный тестировщик, как бы, будучи синьор-тестировщиком, экспертом в своей области, он, в принципе, сможет построить все эти инструменты вокруг себя с нуля сам. Он объяснит разработчику, как получить от него приложение на мой телефон, например. Он расскажет заказчику, какие проверки он делает. Он напишет грамотное в итоге письмо своему руководителю о том, что он проверил, что он нашел. Он заведет правильные баги. И причем одним из хард скиллов, например, будет не просто завести «я нажал на кнопочку, и все исчезло». Мы должны будем описать это максимально технически. То есть, я использовал вот такие-то данные такого-то пользователя в такое-то время на каком-то устройстве, версия браузера. Я сделал вот эти шаги. И я сначала нажал на эту кнопочку, ввел эти данные. Потом я нажал на кнопочку «Окей». Дальше я вижу о том, что реквест ушел на бэкэнд, на сервер, да, и он ушел неправильный, потому что я его проанализировал, словил, посмотрел, я знаю, как он должен быть. И из-за этого сервер, получив неверные данные, в ответ не выдал 404. Например. Вот. Разница в описании ошибки, конечно, колоссальная. К первым писанию всегда возникнут вопросы, что же ты делал. Ко второму вопросов может не возникнуть, его просто починят и вам скажут спасибо за хорошее описание. Вот. Кто такой девелопер? Давайте вот в хардскиллы, да, свичнемся. Так. Хардскиллы у тестировщика, так как они технические, то это может быть, например, знание языка разработки. Вы были мануальным тестировщиком, вы решили начать изучать автоматизацию, например, выучили какую-нибудь Java, поняли, что вам просто капитально нравится разрабатывать и подумали, почему бы я не буду просто разработчиком. Зачем мне тестировать? Я хочу писать только код и больше ничего. И такая возможность у вас есть. Вы учили Python, вы учили Java, JS, неважно какой, PHP, вы подучили какой-то язык. Часто, зачастую, в компаниях, где-то, периодически, рано или поздно, возникает возможность, необходимость к какому-то начинающему уровню разработчикам. И так как вы проверенный человек, вы у нас уже работаете год, вы отличный тестировщик, вы уже знаете систему, еще язык выучили, давайте попробуйте разработчика. Почему нет? Вот, собственно, девелопер – это тот человек, который… Разработчик, который разрабатывает код, пишет, пишет, создает наше приложение. Вот, это девелопер. И параллельно есть специализированные направления в тестировании. Я уже упоминал их. Это перформанс-тестирование, которое сложно руками проверить. Это не просто на трех устройствах запустить. Это симуляция тысяч. Это security-тестирование, о котором я уже говорил. Тестирование удобства. Как бы кажется, возможно, что там тестировать, но на самом деле тестирование удобства под собой имеет понимание психологии конечного пользователя, возможно, создание проекта, возможно, анализ аудитории, которые будут пользоваться, какие хотелки могли бы возникнуть у пользователя, умение понимать расположение элементов на странице. Банальный пример. Мы все плюс-минус привыкли о том, что если у нас появляется, мы, например, сохранить что-то хотим, у нас появляется сообщение по папчику с кнопочками окей или cancel, отменить или сохранить. Так вот, позиция кнопочки окей, она чаще всего справа, потому что мы чаще пропши, нам проще нажать на окей, ближе и удобнее. Cancel, соответственно, дальше. То есть, если вы хотите сохранить, чтобы по ошибке отмену не нажать, она находится левее. Это вот такой банальный пример тестирования юзабилити. Как сделать так, чтобы пользователю было удобнее тестировать. Существуют и свои подходы, и свои методики тестирования, и сбор информации, и так дальше, и так дальше. Даже, как минимум, тот же подход, что выбор даты. Вы выбирали дату, нажимаете на поле, у вас выпадает веб-папчик, месяц, и можно выбрать дату, месяц, год, и так дальше, и так дальше. Если они будут, у вас на сайте все разные, будет не очень красиво, а если они все будут одинаково выглядеть, то это будет гораздо приятнее, красивее, удобнее пользоваться. Тоже элемент юзабилити, удобство пользователя. Ну и сам по себе автомейшн, это умение писать код, и умение ваши тестовые сценарии описывать языком программирования для того, чтобы они тестировали сами, сами себя. Вот. кому-то понять не да, когда читают слева направо. Именно этими занимается юзабилити, то есть он понимает, анализирует аудиторию, да, конечного пользователя и говорит о том, что для этого приложения лучше так, для другого приложения лучше по-другому. тоже из моей практики. Мы как-то портировали одну игрушку, когда я занимался геймдевом, тестировал однорукого бандита. Это вот слот машины. Мы портировали эти машины на японский рынок, и было интересно понять о том, что вот у них видение мобильного приложения немножко отличается от нашего. Ну и все должно быть очень яркое, кричащее, огромный текст и куча взрывов, анимаций, все должно летать, переливаться и быть сверхкрасивым и постоянно возбуждать твой мозг и твою сетчатку. Европейский подход более прагматичен, более спокоен и вот. Да, и возможно тоже они читают слева направо. Текст мы на тот момент текстом не переводили. Ну, вернее, его переводили специалисты, те, которые говорили на японском. Обычно тестировщику, не владеющим языком, это сложно делать. Ну вот. Так. Вот. Соответственно, направлений может быть больше, тестирование развивается. Например, в частности, в направлении менеджера тестировщик вполне может стать скрам-мастером, человеком, который в agile проектах будет заведовать именно как бы тем, что проект правильно работает в скрам-процессе. это вот его называют скрам-мастером, например. Тоже такая менеджмент-позиция. Так. Насколько хорошо должен тестировщик знать язык программирования? Вообще не должен. Не обязан. но если вы будете работать на проекте несколько лет, то, возможно, рано или поздно вы все равно будете сталкиваться с теми или иными проявлениями кода, и вы будете, в принципе, где-то его начинать понимать лучше и тестировать более технично. Так что, на самом деле, depends. Все зависит от вас. Вы можете всю свою карьеру вообще ничего не знать про код и вполне успешно тестировать. можете где-то какие-то базовые основы поизучать, на YouTube посмотреть, пройти какой-то курс введения в автоматизацию, попробовать что-то писать на Java. Это просто даст вам большее понимание, как работает система, что-то станет понятнее, что-то станет легче и так дальше. Может, проще будет общаться с разработчиками. Ну, то есть, плюсом это будет однозначно, но совершенно не обязательно. Знать, как писать код, язык, совершенно нет. Так, идем дальше. Софт-скиллы. Софт-скиллы. Про софт-скиллы мы, в принципе, поговорили немножечко, да. В основном, основной момент, который я хотел бы затронуть, это коммуникация. Тестировщик, это человек, в отличие от девелопера, который может надеть мушнички и просто себе писать код целый день, это человек, который постоянно со всеми общается. мы получили, чтобы тестировать, мы читаем документацию, но что-то непонятно, мы задаем вопросы. Мы начали тестировать само приложение, оно ведет себя странно. Мы пошли к разработчику спрашивать, почему именно так? Это вот не очень хорошо описано, да, объясни, как ты это понял или как ты это вообще заимплементил. То есть, мы должны, нам интересно понимать, что же будет дальше. Нашли проблему, тоже показали разработчику. То есть, не всегда хорошим решением будет сразу же написать отчет, написать ошибку, отправить. Возможно, иногда будет хорошим решением подойти сначала посоветоваться с разработчиком, который вам да, он может сказать, что это на самом деле не бах, вы ошиблись, так тоже бывает. Или может сказать, ой, у нас просто тут третий модуль, он просто еще не готов и поэтому первый не работает. Я вот сейчас под шаманю и у тебя все заработает без третьего, который еще не готов, но оно хотя бы тебя пустит дальше идти. Например, какая-то кнопка не работает. И на самом деле это не бах, а просто недонастроенное окружение, недоработающее приложение. И так дальше. Мы пишем и отчеты, мы говорим о результатах нашей работы, мы общаемся друг с другом и вот эти моменты планирования работы, доказывания, что бах это бах, а иногда приходится и доказывать. Когда мы говорим о, например, удобстве, то если у вас нет четкого требования, а есть ваше понимание о том, что это просто неудобно, то иногда это придется доказать. Доказать, что это заэффектит многих пользователей, о том, что это важно, о том, что люди не будут любить ваше приложение, если вы это не почините прямо сейчас. Вот. Поэтому одним из важных софт-скиллов это, конечно же, будет умение общаться, доносить свои мысли, умение описывать тоже очень важно, а очень большая, не большая, но часто встречающаяся проблема, это как раз описание проблемы в стиле я что-то нажал и что-то произошло. Вот. Или шаги воспроизведения проблемы, о том, что я вот зашел на главную страничку, потом нажал справа и папчик показал слева. Ну, окей, а в чем тогда ошибка? Почему не слева? Почему ты нажал там, а не там? Ну, в общем, суть в том, что если вы опишите проблему понятно, широко, однозначно, и разработчик сможет легко повторить то, что вы делали, для того, чтобы получить ошибку, это будет несомненным плюсом. Это не значит, что вам нужно вот прямо сейчас идти на курсы по коммуникации, этому просто нужно уделять внимание. Нужно понимать о том, что наша работа заключается во многих разговорах, общениях, описывании собственного, видения ситуации, умение абстрагироваться от собственных эмоций, все-таки иногда признать, что да, это не бах, умение читать тонны документаций, умение задать вопрос заказчику, который, возможно, будет, например, откуда-то из Норвегии или из Японии, иметь другой склад характера. важно придерживаться нейтрального тона, особенно при работе с заказчиками, заказчик все-таки у нас самый главный человек, он платит деньги и ругаться с заказчиком о том, что он не отвечает на ваши письма, не очень корректно, вот, конечно, никто не пустит общаться с заказчиком новичка, но всегда нужно иметь в виду о том, что большой целью является построение команды, чем более сплоченная дружная команда, сыгранная, сработанная, тем эффективнее мы будем и тестировать, тем лучше будем получать информацию, тем больше нас будут слушать. Для этого команда аэтишная, команда разработки, они иногда устраиваются эти билдинги, и если вы с каким-то условным Васей все-таки выпьете по бокальчику пивка, то на следующий день на работе он более благожелательно будет слушать ваши упреки в адрес о том, что в его коде очень много багов. Ну, в кавычках, конечно же, но так и есть. Тайм-менеджмент важен тоже. Почему? Потому что над вами, как над тестировщиком, вряд ли кто-то будет постоянно сидеть и следить за тем, как вы работаете, что вы делаете. С одной стороны, работа тестировщика сложно оценить, субъективно, вернее, объективно сложно оценить. У вас стоит задача, протестируй. Если у вас есть даже набор сценариев, то это не значит, что вы механически пройдете по шагам и скажете I'm done, я все пришел. Всегда это вы попробуете что-то более, вы у кого-то что-то спросите, где-то вы поймете, что нужно добавить сценарий, где-то вы не просто введете имя и фамилию, а попробуете ввести пробел где-то посередине. невозможно описать тестами и сценариями вообще все возможное поведение пользователя. Поэтому обычно сценарии они такие плюс-минус поверхностные, попробую залогиниться с этими данными, с этими, а сам тестировщик уже так сказать играет вокруг. А что если залогиниться уже для существующего пользователя еще раз попробовать залогинить? Нигде не сказано, но я хочу попробовать, а вдруг я найду ошибку. Поэтому тайм-менеджмент важен. У вас обычно всегда будут стоять сроки. И оптимально за эти сроки лучше сделать больше. Туда же креативность и дизайн. Мы в некотором роде создаем, творим те самые сценарии. Вот, например, почему мы говорили о кнопке, которая уничтожает мир. Мы размышляли, мы создавали тестовые сценарии. Что сделать? Проверить это, проверить вот это. А что будет, если? Давайте подключим симулятор мира и попробуем уничтожить. То есть, это такой творческий процесс по созданию тестовых сценариев. И чем более опытный вы тестировщик, чем лучше вы знаете систему, тем более эффективные сценарии вы напишите. А это явно креативность. И, конечно же, ability to analyze. Все, что происходит, вы нажали, ничего не произошло, это не значит, что ничего не произошло, это значит, что нужно, что мы, у нас нет информации, что происходит. Вы нажали кнопку, не увидели отклика системы. Давайте разбираться, что происходит глубже, что происходит в коде. Почему кнопка не работает? Возможно, таки надо, возможно, нет, возможно, что-то поломалось, возможно, то, что-то не заработало, вам нужно на другой страничке галочку поставить. Такие моменты, они всегда приводят к анализу. Всегда недостаточно сказать, ну, вот как-то вот так он работает. Идеально, в идеале опытный тестировщик или сам докопается до сути проблемы, либо сделает это с помощью фестерной команды. Это будет большой плюс, если вы научитесь это делать. Ну, и темплеер, конечно же, мы все одна большая команда и задача у нас общая и поддержка и помощь друг другу она всегда всегда в плюсе. Всегда она вам вернется. В принципе, не только в IT, в любом коллективе, если у вас хорошее отношение в коллективе, всегда работать и приятнее и легче. Так. Все. Да, наш последний слайд. Вот так вот приблизительно в двух словах можно описать нашу работу тестировщика. Что мы делаем, как мы делаем, зачем, что для этого нужно. Теперь у нас есть несколько минут поотвечать наши ваши вопросы и плюс я хотел бы еще давать информацию о том, что если вы решитесь подписаться на курс, то вам нужно будет написать имейл. Имейл указан на главной страничке. Я сейчас его скажу точно, где-то записан этот имейл и вам нужно будет отправить на javaguru.gmail.com Да, отправляйте имя, фамилию, телефон и в ответ с вами свяжутся и запишут на какой-то из курсов, возможно, не ближайший, возможно, вам будет удобнее на следующий курс. цена за курс 300 евро при оплате платежом или 120 за 3 платежа, если по частям. Вот. Приблизительно вот так вот. Как часто на рынке в Латвии ищут именно джуниоров? На самом деле здесь я бы ответил это вот так. Рынок в Латвии довольно таким маленький и очень много компаний ищут себе тестировщиков любого уровня, потому что людей мало. В частности компания Accenture, наверное, как вы слышали, она на ВЭФе находится, большая компания международного уровня. У нее в принципе подход к работе такой, что она периодически проводит буткемпы, она обучает студентов для того, чтобы взять их на работу. Таким образом она обеспечивает себе постоянный приток новой рабочей силы, потому что люди развиваются, кто-то решает менять проект, кто-то решает менять компанию, новички всегда нужны. Вообще всегда и Accenture постоянно их себе набирает и плюс набирает людей из СНГ. Украина, Россия, Казахстан, Армения, вот как минимум это те, с кем я работал в Accenture. Совершенно из разных стран. Много людей из Индии. Да, да, прошу прощения. Я прошу прощения, я не говорю по-латышски. Я не латыш сам по себе, поэтому если вы что-то спрашиваете, лучше спрашивать по-русски. Наверное, это было опять не ко мне. Ну, окей. Так, тогда давайте еще один вопрос. Слишком ли смело начинать работу тестировщика с фриланса или легче устроиться в компанию? Наверное, я бы рекомендовал все-таки устроиться в компанию, потому что легко можно прочитать про все нюансы процессов, о том, как правильно писать баги, как правильно тестировать, выучить теорию тестирования, но на практике пощупать, как происходит работа разработки, как происходит работа с заказчиком, документация. Возможно, вас просто за ручку проведут по какому-то идеальному процессу уже настроенному, налаженному. Плюс, плюс, я абсолютно за, когда люди, проработав несколько лет в одном месте, переходят или в другой проект, или в другую компанию, потому что в этом как раз будет нарастать ваш собственный опыт в IT, вы попробуете различные процессы, кто-то работает по waterfall, кто-то по скраму, кто-то тестирует, кто-то не тестирует, кто-то пишет веб-сайты, кто-то мобильные сайты, на одном месте это все выучить нереально. Вот. А проработать в трех проектах разного направления, вы сильно расширите свой кругозор и будете готовы после этого работать во фрилансе. Хотя начинать со фриланса тоже совершенно никто не мешает. Множество у меня тоже из знакомых, которые начинали именно с этого. Вот. Так. Пыньк. Я сейчас увеличу. Так. Комп. Девять лет. На самом деле к компьютеру требований очень мало. Тестировщики работают с документацией в основном. Если это веб-тестирование, то с веб-сайтами, которые не требуют сверхмощных компьютеров. Мобильные. Это если мобильная разработка. Мобильники есть у всех. И так дальше. На самом деле за время моей работы только автоматизаторам нужен были более-менее мощные компьютеры, потому что это код, разработка, запускать его постоянно, этот код. Так что никакого сверхкомпьютера для этого не нужно. Так. Повторить имейл. А я сейчас вот вам его напишу здесь в чат. Гуру.лв. Да. Gmail.com Вот если я не ошибаюсь. Его же можно найти на javaguru.lv. Вот. На сайте. Вот. Вы туда зайдите. Там как бы есть вся контактная информация. Так. Нужен ли сертификат ESTQB? Нет. Сертификат конечно же не нужен. Сертификат это как бы подтверждение ваших текущих знаний. И базовый сертификат в принципе он не обязателен совершенно. Вы можете работать вообще без него. Он может дать плюшки при приеме на работу. Где-то вам дадут больше зарплаты, где-то проще возьмут на работу, потому что у вас как бы есть подтверждение, что вы сдали основу теории тестирования. И есть такой хинт например Accenture за это платит. Я ни в коем случае не топлю за Accenture. Просто упомяну о том, что некоторые компании готовы за это вкладываться и оплачивать. Не знаю сколько у него стоимость сейчас. Но она по-моему в сотнях евро. Вот. Сертификат. Я бы рекомендовал на нем задумываться где-то через годик работать приблизительно. Так. Когда начнутся курсы оффлайн? По четвергам. Через недельку начнутся. Вот. По опыту сколько нужно от джуниора до медла? Оптимистический сценарий. Ну я бы наверное годик-полтора бы поработал. Да. Как бы нет четких границ разделения. Да. Это скорее вы можете себя называть или вас будут называть медлом. но если как бы вы проработав какое-то время уже будете хорошо знать систему, хорошо знать нюансы работы тестировщика, конечно же вам еще нужен будет руководитель, да, который будет говорить куда копать и сколько, но при этом вам не нужно будет разжевывать. Вам вот задачу дали, вот у вас есть вот новый модуль, вот вам устройство, вот тебе код или не код, а веб-сайт, например, вот тебе тесты, вот пройди. То есть middle уже будет знать о том, что ему делать, куда ответить и как заводить баги, как общаться с тестировщиком, то есть он уже будет более-менее опытный. Вот. Senior это вообще самостоятельная единица, которая вот, ее можно одного на проект поставить и он как бы сам будет все делать. Вот. Уроки в аудитории. У нас все уроки удаленно, поэтому следующий онлайн-курс с четверга. Да. Вам всю информацию, когда вы подпишетесь, всю информацию скажут, где и когда. Будет тоже в Zoom, точно так же, как и сейчас, в следующий четверг. Вот как-то так. Олег, у меня вопрос. Да, давайте. Что вы можете сказать по поводу Роман Савин тестирование датком книжечку? Я могу сказать о том, что это очень неплохая книга для тех, кто вот с нуля пытается разобраться, что это тестирование. Савин пишет очень простым языком. Книжка, конечно, 80-х. Ее переиздавали несколько раз. И есть версия 2000 года, более новая. Но сама теория вот еще оттуда. Она не устарела, но, чтобы вы понимали, она как бы вот базовая. Абсолютно базовая. И очень неплохо будет ее почитать вот во время или после курса нашу, или даже перед курсом. Вы составите себе впечатление о многих моментах в тестировании. Не глубоко, но составите. Потому что очень многие видеоблогеры ее советуют. Например, IP-борода, если может быть, знаете, На YouTube. не уверен. Ну, не ладно. Все как бы как один все время говорят. Вот с нее лучше всего начинать. Она просто написана очень простым языком. Очень простым языком, совершенно без никаких технических терминов. Ну, если человек, в принципе, редко работает с компьютером, тогда, возможно, некоторые моменты у него вызовут трудности. Но обычно мы с этим сталкиваемся, и там довольно очень все разжевано и таким бытовым языком написано. Поэтому, да, я бы тоже рекомендовал его проглянуть. Как минимум, первую треть, возможно, когда он не будет уже уходить в нюансы тестирования, а вот какую-то такую вводную часть, она будет вообще очень легко заходить. Так, нужны... Да. Насколько возможно работать, допустим, на планшете? Или все-таки нужен какой-то навык? На планшете, я думаю, если чисто на планшете, будет затруднительно. Особенно, если это веб, то если мы говорим о фрилансе, то вам практически гарантированно понадобится лэптоп. Потому что, во-первых... не обязательно. Например, тот же, если мы говорим о вебе, то это будет возможность включить в хроме девелопер стул, да, обычную вот эту вот панельку по F12, которая покажет запросы, которые бегают, покажет, что вы отправляете, что вы получаете. Она нужна для веба. Если мы говорим о мобайле, то возможность установить какое-то стороннее приложение, которое вряд ли заточено под мобайл. в апреле тот же Чарльз, который показывает запросы, которые бегают между мобильным устройством и сервером. Я не уверен в том, что есть мобильная его версия. То есть большинство инструментов, они все-таки заточены, чтобы быть установлены на лэптоп, на какую-то Windows или Unix систему. Мобайл... Планшет будет неплох, если вы тестируете что-нибудь мобильное. Вы себе на планшет его установили, ну и как бы тестируете. Вот. Excel тоже частый инструмент. Большинство тест-менеджмент систем, они веб-ориентированы, будут гораздо проще работать за большим монитором, потому что это тексты, это открыть документажку на 50 страниц, проще читать все-таки с лэптопом. Ну да. Вот. Но плюс ко всему... Да. Ну, я по ссылочке задам следующий вопрос. Закончите мы все. Да. Плюс ко всему, если это не фриланс, то лэптопы дают практически все тестировщики. То есть вам выдадут рабочий инструмент. То есть вам не обязательно иметь свой. Вы приходите на работу, вам дают, вот тебе компьютер, вот ты за ним будешь работать. И все. Вы за ним работаете все спокойно. Как часто это может быть в MacBook? Очень редко. Мы не привязаны к определенной системе. Разработчики, да. А если это разработка под iOS, это практически всегда MacBook. Но даже если вы тестируете iOS, вы чем руководствуетесь? Вы открыли документацию в Word, вы открыли в Excel, например, тест-кейсы, или открыли где-нибудь тест-линки в вебе. Все это можно делать из-за обычным виндовым ноутбуком. То есть, ну, вряд ли будет кто-то тратиться на тестировщика на MacBook. Не, ну, я сейчас, в частности, почему спросил насчет Mac, потому что, ну, дома Mac старенький, там, какой-то прошка 12-13 год, но он еще летает, потому что я, ну, обновил вместо HDD и SSD поставил, добавил оперативы, в принципе, до каких-то там, вот, обычно. Ну, за головой. Мне его, безоголовый хватает, не играет, поэтому, поэтому, для начинающего тестировщика подручные средства это браузер и офисный пакет приблизительно. Больше вам вряд ли что-то прям критично понадобится из инструментов, я имею в виду. Так, хорошо, тогда вопрос еще от Виктора. Нужны ли какие-то специфические знания? Да, я бы здесь подчеркнул английский. Английский, наверное, вот имеет большое значение. Документация, заказчики редко будут того же языка, на котором говорите вы. Зачастую это будут заказчики откуда-то, в нашем случае это Нордик очень часто, или Европа, или Америка, возможно, да. Обычно принято о том, что универсальный общий язык в IT это английский, документация чаще всего пишется на нем и чаще всего вас будут просить писать сценарий тоже на нем. Вот, поэтому я бы обратил на него больше внимания. А все остальное математика, геометрия в меньшей степени. Любые технические специализированные знания вам будут готовы рассказать на проекте. Если вы связаны исключительно, например, с передачей данных по протоколу TCP IP, общее знание приветствуется, но технически глубокие знания вы получите уже на проекте. То есть вас будут всегда готовы обучить специфики. базовое образование, опыт, возраст, мне кажется, как и везде. Как и везде. IT более diverse в этом плане, то есть не придираются ни к возрасту, ни к полу, тем более образование, но, наверное, какой-то диплом нужен. Хотя у меня был случай, я брал на работу человека, который вот всю жизнь менеджером по продажам работал. Я пришел на собеседование, спросил, кто он, что он. Говорит, я менеджер по продажам и я был очень приятно удивлен. Человек просто вот знал практически все. На все мои вопросы у него были ответы и не имел большого опыта, просто вот постарался получить такое хорошее понимание основ. На самом деле. Перспективы трудоустройства. Перспективы есть, да, довольно большие. Как бы, когда заходит речь о джуниор-тестировщике на любой компании, то это на 50% рассматривают людей, которые закончили курсы. Потому что к джуниору никогда не ставят никаких больших требований. Если начинать ставить требования знать первое, второе, третье, то вы уже ищите медла, там и цены подороже, и людей таких меньше. Джунов гораздо больше, и многие компании готовы вложиться, научить и получить лояльного сотрудника, чем взять медла подороже, которые, возможно, через полуходы решат уйти. Так что не волнуйтесь, как бы, после курсов вы будете актуальны на рынке. В метро в Брюсселе класс. Вот это вот плюс удаленного обучения. Можно учиться даже в метро в Брюсселе на бесплатном Wi-Fi. Так, всем спасибо, кто уже уходит, присоединяйтесь, подключайтесь, пишите письма на Джавагуру, и встретимся на лекциях. Лекции будут интересны, работа будет, в команде поработайте, что-то, что-то новенькое как минимум узнаете, почему нет. Олег, а если дальше продолжится наше с вами общение, то вы до самого конца будете вести или какой-то другой? Да, 10 лекций у нас будет с вами. Домашнее задание, и в конце будет небольшой типа экзамен. Вот. Я веду базовый курс QA0. У Джавагуру есть ряд других курсов, там и автоматизация, и разработка, и ряд еще курсов планируется, вот. Но я пока занимаюсь именно этим курсом. Вот. Так что, как минимум, на ближайшие 10 лекций, да, мы увидимся точно. Скажите, вот я знаю, что у вас недавно закончилась группа. Еще нет. Еще нет? Ну, да, еще идет. Или, возможно, там был какой-то другой преподаватель. Просто, у меня там был человек, который у вас учился. Учил. Вот. Она сейчас, как она сказала, она закончила. Сейчас пошла на автоматизацию, плюс еще Ява. проатгрейзацию, проатгрейдить свои знания. Получается... Но автоматизацию будет вести уже другой человек, да. У нас, как бы, много преподавателей. Ага. Разных. в начале один, потом другой, и так далее. Не то, что все один. Нет. Нет. У нас, я же говорю, есть много преподавателей, и даже несколько преподавателей ведут тот самый вот этот вот QA0 на обучение базовому, базовой теории тестирования. Потому что я набираю как бы группу себе, кто-то набирает группу себе. Ну вот. Как-то вот так. Так что записывайтесь на ближайший четверг к... Меня зовут Олег. Я еще раз напомню, можете ко мне прямо записываться, писать о том, что вы хотите ко мне попасть на лекции. Сколько по времени длилится лекция еще? Вопрос у Нади был. До трех часов. Вот. Мы где-то приблизительно так. Около трех часов лекции. Каждая. 30 часов всего получается. Плюс на домашке, конечно же, время уйдет у вас обязательно. И последний экзамен, он как бы будет не в формате лекции, а вы получите сам экзамен, и у вас будет какое-то определенное время для того, чтобы его сдать. как-то так. Тогда, что ж, я предлагаю закруглиться. Всем спасибо, кто был, кто слушал, вот, кто подключился даже из Брюсселя, задавал вопросы, был активным. пишите письма на javaguru.lv, записывайтесь к нам, знаниями лишние никогда не бывают, особенно в наше время, вот, и даже из Англии. Класс. Куча людей с разных точек мира. Zoom объединяет. Окей. Тогда еще раз. Да. Вам спасибо за вопросы и за за все. Тогда хорошего вечера, не болейте, не скучайте. Пока-пока. До свидания.